Решение о том, что нужно собирать гуманитарную помощь для жителей поселка Стрелка в Лисосибирском молодежном центре приняли еще вчера, когда пожары еще бушевали. И вот сегодня сюда люди понесли пакеты с продуктами и вещами. Под приемный пункт выделили отдельную комнату. После обеда она была уже заполнена. Здесь макароны, подсолнечное масло, мыло, обувь и еще много всего, что может понадобиться человеку, оставшемуся без крыши над головой. Информацию о том, что пункт заработал, организаторы распространили через социальные сети. Узнала из группы ДПС, то есть многие люди помогают. И принесла немного еды, немного одежды, игрушек детских, какие-то резинки, мелочи. Сейчас мы звонили в Стрелку, спрашивали, что конкретно нужно в данный момент. Нам сказали, что вообще абсолютно все нужно. Но я думаю, что вещей будет огромное количество. Поэтому первое и самое необходимое – это домашняя утварь, это продукты и это мелкая бытовая техника. Приемный пункт также открылся в самом поселке. Ну а в Лисосибирске, помимо молодежного центра, помощь принимают еще в двух местах. В микрорайоне Ново-Инисейск, в здании ЦДО, и в микрорайоне Пирогова, в центре гуманитарной помощи Православной Церкви. Прежде всего нужно постельное белье, посуда, ну и, конечно, вещи. Вещи разные – это обувь, это обязательно. Одежда любая, вообще им понадобится много чего. В Каннске, конечно же, жители города тоже не остались равнодушными к судьбе своих земляков. Со вчерашнего дня на территории города действует множество пунктов приема вещей для погорельцев. Лично нам удалось насчитать в социальных сетях более десятка таких мест. Открывают такие пункты, как правило, общественные организации, благотворительные фонды, бизнесмены и просто неравнодушные жители города. Все они собирают, как правило, вещи первой необходимости, то есть это одежда, продукты питания, ну и какие-то вещи повседневного быта, которые очень сейчас нужны погорельцам. Стоит отметить, что самый крупный пункт приема вещей для погорельцев открыт в администрации города на первом этаже. У меня у самой пятеро детей, четыре сына и маленькая дочка, поэтому каждый может оказаться в такой ситуации, как эти люди. Что вы решили передать семьям погорельцев? Кроватку, потому что это маленький ребенок, ходунки, коляски для ребятишек, игрушки и вещи необходимые сейчас. Я живу в многоэтажке, через дорогу наблюдала вот и до, как возник столб дыма, как пламя перекинулось, было ужасно страшно. Собирала ребенка в панике из садика и смотрела на рыдающих людей, которые стояли с тележками. Сын мой тоже чуть ли не рыдал, потому что в тележках там минимум вещей было, остальные, представляю, остались там в окне. Поэтому, я думаю, вообще очень сложно пройти мимо и не помочь людям по возможности.